В 2077 году путешествия во времени стали реальностью. Это был инструмент, используемый правительствами и корпорациями, чтобы переписать историю в свою пользу. Но неудачный, опасный эксперимент привел к чему-то гораздо более ужасающим, чем кто-либо мог себе представить. Группа ученых экспериментировала с путешествиями во времени, используя в качестве объектов трупы древних правителей. Но что-то пошло не так, и древние правители вернулись к жизни зомби, жаждущими человеческого мяса. Первыми были реанимированы Наполеон и Чингисхан. Они быстро осознали потенциал своих новых способностей и начали собирать армию нежити. Мир погрузился в хаос, когда армии зомби маршировали по континентам, оставляя за собой разрушение и смерть. Выжившие после апокалипсиса объединились, используя те небольшие ресурсы, которые у них были, чтобы дать отпор полчищам зомби. Но они были значительно превосходили численностью и превзошли. Мир превратился в живой кошмар. Ваши ученые разработали план отправки команды в прошлое, чтобы предотвратить проведение эксперимента. Команда состояла из небольшой группы выживших. Каждый со своим набором навыков и опыта. Они вернулись в лабораторию, где проводился эксперимент, и обнаружили, что правители зомби уже пробудились. Завязалась ожесточенная битва, которой команда боролась за свою жизнь с завоевателями нежитью. В конце концов, команде удалось предотвратить проведение эксперимента. Наполеон и Чингисхан так и не были реанимированы. Амир спасен от зомби апокалипсиса. Но когда они вернулись в свое время, команда поняла, что история изменилась другим образом. Мир был не таким, каким они его оставили, и им пришлось обдумывать последствия своих действий. Действительно ли они спасли мир или просто переписали историю в соответствии со своими интересами? Только время покажет. Субтитры создавал DimaTorzok